Девушки отдыхают 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 Новое поле сражений Рассвет Начало операции Барбаросса Ее цель Уничтожение Советского Союза Девушки отдыхают 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 и они собирались расстелить стальной ковер перед немецкими танками, когда те пересекут границу. Это были те самые бомбардировщики, которые уже опустошили города Европы. Мадрид, Гернику, Барселону, Роттердам, Лондон, Ливерпуль, Ковентри. Теперь их целью были войска, фермы, дома, транспорт на дорогах. Все, что лежало на их пути, особенно советские аэродромы. Еще до полудня, в первый день воздушной войны, нацисты уничтожили 800 русских самолетов на земле и 40 в воздухе. Нападение было внезапным. По всему фронту начали подниматься клубы дыма. КОНЕЦ Несмотря на численное превосходство немцев, уцелевшие советские истребители поднимались в воздух. Они обладали меньшей скоростью и маневренностью, чем самолеты противника. Но в первый же день войны, несколько советских пилотов нашли способ преодоления этой разницы. Они летели прямо на нацистские самолеты, таранили их в воздухе и уничтожали. И как это ни удивительно, иногда им удавалось спастись, выпрыгнув с парашюта. Даже раненые советские пилоты старались привезти самолет обратно на базу, так как пилотов было много, а самолетов не хватало. КОНЕЦ КОНЕЦ Когда в первый день войны Лёфтваффе уничтожил более тысячи советских самолетов, немецкие газеты объявили о триумфе, но они поторопились. Немецкая разведка не учла три фактора. Первое, это решимость и высокий профессионализм советских лётчиков. Второе, тот факт, что цвет советской авиации в боях ещё не участвовал. И в-третьих, они не оценили возможности советской промышленности. И в этом был крупный просчёт. Пилоты Лёфтваффе стали первыми пленными. Согласно русским источникам, в первый день войны было сбито 200 нацистских самолётов. Но небо ещё кишело немцами. Впереди лежала Москва. Сердце Советского Союза. Символ России. Помня судьбу других городов, Москва готовилась к отпору. Менее чем за три недели немецкая армия покрыла две трети расстояния до столицы. Модель была знакома. Сначала Блицкрик, затем уничтожение городов с воздуха. Но воздушная война в небе России была не похожа на то, что происходило на западе. Хотя атаки на Москву были жестокими, она была так сильной, глина, что значительно не пострадала. Самые ожесточённые воздушные схватки в России происходили над полями сражений. Но временами жители Москвы тоже чувствовали себя на передовой. Как и жители Лондона, москвичи привыкли к жизни под землей. На 46-ю ночь войны в московском небе появились бомбардировщики. Их встретили мощные истребители. Внизу женщины вспоминали спокойную довоенную жизнь своих мужей и сыновей, ушедших на фронт. В ту ночь один из их сыновей протаранил немецкий бомбардировщик в небе над Москвой. Это был первый советский лётчик-истребитель, совершивший ночной таран. Это был старший лейтенант Виктор Тололихин. После этого тарану он остался в живых и рассказал. Пулемётной очередью мне обожгло руку, но я решил пожертвовать собой, но сбить фашиста. Я дал газ и на полной скорости врезался самолётом в его хвост. Я дал газ и своим самолётом врезаюсь в хвост противника. Прихожу я в убежище, и нас села в хвост и слушаю. Я находилась в убежище, слушала радио, услышала, товарищ Тололихин протаранил самолёт врага. Я испугалась. Я сказала, это мой сын Виктор. Я так боялась, что он погиб, и начала плакать. Я разволновалась и говорю, ведь это мой сын, Витя. Неужели он убит? Я так испугалась и заплакала. Наши меня тут, конечно, успокаивают. Приносят поверьянки, всё ухаживают за мной, успокаивают женщины. А потом вскоре пришёл Виктор. Он сказал, ты видишь, я вернулся живым. Это я. И пришёл и говорит, вот, и я сам явился на лицо сынов мой, милый. Через два с половиной месяца лейтенант Виктор Тололихин подвергся внезапному нападению девяти мессершмиттов. Силы были слишком неравными. КОНЕЦ Погибших оплакивали, как братьев. Друзья, не стало среди нас товарищей. Спасая подбитую машину, он привёл самолёт. С нами он жил, ребята, и к нам прилетел умирать. Уходили на фронт сыновья, мужья, женихи. Медленно советский воздушный флот наращивал свои силы. Много молодых пилотов стремилось летать, но самолётов ещё не хватало. Ночь 8 августа 1941 года. Воздушная база на острове Саарама в Балтийском море. Небольшой группе советских бомбардировщиков было поручено очень опасное задание – налёт на Берлин. Его цель заключалась в том, чтобы показать немцам, что их города они неприступны, и чтобы доказать, что у русских хватит сил для ответного удара. Уже на передовой их встретил шквальный огонь зенитной артиллерии. За четыре дня до этого Геббельс заявил, что ни один русский самолёт никогда не пролетит над Берлином. Геббельс приписал этот налёт 150 английским бомбардировщикам. Но это была работа русских. Это был отчаянный шаг, и он увенчался успехом. В первый раз Берлин услышал рокот советских самолётов. И не в последний раз. Существует поговорка, когда говорят пушки, музы молчат. Но в России Мельпомена служила фронту. Пилоты красной авиации давали клятву. Родина! 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 Клятвенно! Матерланд! Родина, торжественно клянёмся не щадить ни усилий, ни крови, ни наших жизней в борьбе против врага. Крой! Крой! Ты с тобой в жизни! С тобой в жизни! В борьбе с врагом! В борьбе с врагом! К 5 октября 1941 года официальные цифры советских потерь составили 5136 самолётов. Общая цифра к концу первого года по подсчётам иностранных обозревателей составила 8000. Таким образом, в действии оставалось всего 2000 самолётов, причём многие из них уступали полётным характеристикам. Взрывы! Хотя им и приходилось сражаться в обороне, советские пилоты продолжали бои до тех пор, пока не появлялось подкрепление. Некоторые из них делали по 8 вылетов в день. Глубоко в тылу воздушные силы Советского Союза готовили новых пилотов и техников. 40 тысяч за первые 18 месяцев войны. А в тылу заводы выпускали самолёты, на которых они будут летать. Новые модели. Всё больше и больше. За шесть месяцев советское производство трёх лучших типов истребителей увеличилось в три раза. Советский воздушный флот не был уничтожен. Напротив, он становился всё мощнее. КОНЕЦ 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 Многие женщины добровольцами вступали в авиацию и, несмотря на все трудности, стали лётчицами. Вскоре в советской авиации появилось несколько женских подразделений. Этот воздушный полк стал известен как «Таманский гвардейский». Эту честь он заслужил в боях над Сталинградом и Курском. Девушки летали на несколько необычном самолёте «Поликарпов-2» — «По-2». Сконструированный в 1927 году как учебный самолёт «По-2» использовался для опыления полей, для оказания медицинской помощи, для перевозки небольших грузов в качестве самолёта-корректировщика и самолёта, на котором устанавливался громкоговоритель. В женском полку «По-2» использовали как ночной бомбардировщик. «По-2» использовали как ночной бомбардировщик. Многие из них пришли в авиацию прямо со студенческой скамьи. «По-2» использовали как ночной бомбардировщик. Временами они делали по 2-3 вылета в ночь, а иногда, в случае необходимости, даже 6. На своих медленных, маленьких самолетах эти женщины были легкой целью, и тем не менее, они бросали вызов ночному небу. Они вновь и вновь доказывали свое право летать, иногда ценой собственной жизни. КОНЕЦ Через много лет одной из звезд галактики назвали именем одной из этих звезд. И память о них навечно осталась в покоренном ими небе. С конвейеров стало сходить все больше и больше современных истребителей. КОНЕЦ Советские авиаконструкторы были одними из лучших в мире. Яковлев Лавочкин Ильюшин Советская воздушная авиация получила новые истребители, штурмовики, бомбардировщики, которые полетным качеством превосходили Мессершмитты, Фокке-Вульфы и Дорнье, на которых летали нацисты. Среди них был штурмовик Ильюшина, летающий танк. Весь его фюзеляж был бронирован, и мощь его пушек была сокрушительной. Рабочие часто спали около машин, которые они собирали. За первые 18 месяцев войны ими было выпущено на 13 тысяч самолетов больше, чем у немцев. КОНЕЦ По всей России люди отдавали свои сбережения на военные нужды. На фюзеляжах самолетов были написаны именно тех, на чьи средства они были построены. Частные лица, организации, учреждения, учащиеся профтехучилищ, колхозники и рабочие военных заводов. Даже трупы Малого театра, ведущего Русского театра. В течение всего 1942 года русские укрепляли свой воздушный флот. Командование советской авиации, возглавляемое маршалом Александром Новиковым, считало основной задачей авиации осуществление поддержки советских наземных вооруженных сил, а не бомбежки, направленные на разрушение немецких городов. КОНЕЦ КОНЕЦ В 1943 году, после Сталинградской битвы, господство в воздухе над полями сражений перешло к русским. Впервые советская авиация сражалась с Люфтваффе почти на равных. Весной 1943 года на Кубани и летом под Курском, пушки и ракеты советских штурмовиков раскалывали немецкие танки, как консервные банки. Война в воздухе на Востоке отличалась от других воздушных боев. Трагически отличались. В отличие от американских и английских пилотов, русские летчики летали над своей родной землей. Русским приходилось сбрасывать бомбы на свои собственные города, дороги, фермы, дома. Трагически отличались. Летом 1943 года, в то время как беспрецедентная по своей ожесточенности битва бушевала на фросторах России, немцы на себе испытали то, чему они привыкли подвергать других. И при наступлении и при отступлении вермахту пришлось узнать, что значит бесконечная бомбардировка с воздуха. КОНЕЦ Авиация Люфтваффе на себе испытала собственную тактику — групповую атаку истребителей. Когда Красная Армия перешла в наступление, силы советской авиации все чаще и чаще не давали противнику использовать его воздушный флот. КОНЕЦ В Красных военно-воздушных силах появились свои герои. Празднуется победа. Первое задание. Первый сбитый самолет. Момент славы для 19-летнего юноши. Сначала пленные нацистские пилоты вызывали любопытство русских. Потом они стали чем-то привычным. КОНЕЦ К концу 1944 года русские сбили более 20 тысяч немецких пилотов. Люфтваффе был обескровлен. Жизнь советских пилотов очень походила на жизнь летчиков на любом аэродроме. Период ожесточенных смертельных схваток. Периоды затишья. Жизнь полная перегрузок, которые зачастую могут выдержать только юные. КОНЕЦ Универсальный язык летчиков во всем мире. Где бы они ни находились. Я был быстрее, так что я поймал одного и выпустил по нему очередь. Когда я оглянулся, он был в огне. Потом я увидел, что у меня на хвосте сидит Фоккер-1. КОНЕЦ Около 200 тысяч пилотов были награждены за отвагу. 2420 из них стали героями Советского Союза, что эквивалентно медали славы. Михаил Калинин вручил некоторым летчикам награды в Кремле. Чаще пилоты получали их у своих самолетов на поле боя. А иногда награды были единственным утешением для матерей. Здесь же вручали награды французским пилотам, сражавшимся в Советском Союзе. В начале войны на русской земле была сформирована французская эскадрилья, которая сражалась вместе с красной авиацией. После падения Франции эти люди оказались солдатами без Родины. В России они сражались за свою независимость. Они называли себя эскадрилья Нормандия. Они летали на истребителях, на яках, вооруженных 20-миллиметровыми пушками и двойным пулеметом. Яки превосходили Мессершмитта-109 и Фокки-Вульфа-190, которыми располагал Люфтваффе. Самолеты эскадрильи Нормандия обслуживали советские техники. Французские пилоты и русские механики очень сдружились. Морис Фассейн был одним из пилотов. Иван Белозуб его механиком. Эти двое стали легендой. Но Белозуб и Фассейн вместе летали только однажды, когда эскадрилья Нормандия перебазировалась на новый аэродром. Фассейн взял Белозуба в свой самолет, но в пути их атаковали нацистские истребители. У Белозуба не было парашюта. Командование базы приказало Фассейну прыгать. Он отказался, пытаясь посадить самолет, чтобы спасти своего русского друга. Оба погибли. В ходе войны сформировались и другие французские эскадрильи, которые в дальнейшем слились в воздушный полк, получивший название Нормандия-Неман. Он сражался до конца войны. Впоследствии летчикам разрешено было взять самолеты с собой во Францию, как подарок от Советского Союза. Одним из самых замечательных советских летчиков-истребителей был молодой Александр Покрышкин. Покрышкин стал одним из самых знаменитых ассов в военно-воздушных силах Советского Союза. Среди самолетов, на которых летал Покрышкин, был американский самолет Аэрокобра Пи-39. Это был 50-й сбитый самолет Покрышкина. В общей сложности Покрышкин выиграл 60 воздушных схваток, что сделало его выдающимся ассом. Покрышкин Покрышкин Он начал войну лейтенантом, закончил ее командиром полка, очень удачливым и очень популярным. В начале 1945 года Покрышкин в третий раз стал героем Советского Союза. Покрышкин родился в Новосибирске, в центре Советского Союза. До войны он был рабочим на тракторном заводе, так что его возвращение героем стало всеобщим праздником. Его дом оставался в Новосибирске, где жили его мать и отец. Его жена была медсестрой, они поженились на фронте. Теперь она ждала рождения их первенца. Это была короткая передышка. Слишком короткая, как и любая из них. Как все передышки в то военное время, она могла оказаться последней. Но Покрышкин ждала впереди долгая и славная военная карьера. Я вижу, Маршал, что среди ваших наград есть и американская. Расскажите нам об этом. В 1943 году на Кубани я воевал на американском самолете. Истребитель «Аэро Кобра» — очень хороший самолет. Больше всего мне нравилось его вооружение. 37-миллиметровая пушка, два крупнокалиберных пулемета и два обыкновенных пулемета. Я подсоединил их всех к одной кнопке управления. Когда встречаешь немца, значит, надо к нему подлететь. Вот так. А затем нажимаешь на кнопку, и все, кончено. Это был хороший самолет. Из-за моей победы на этом американском самолете на Кубани в 1943 году мне была присвоена американская награда. В 1943 году на Кубани. За время войны союзники поставили советским воздушным вооруженным силам более 14 тысяч самолетов, включая средние бомбардировщики «Мустанги» и «Митчелла». Но решающую роль сыграло то, что русские выпустили 108 тысяч первоклассных самолетов, а также и высокий боевой дух молодых советских пилотов. В советских воздушных вооруженных силах были выдающиеся командиры, такие как маршалы авиации «Вершинин», Новиков, Журденко, Красовский, Судец. Во время битвы за Москву русские смогли поднять в воздух всего лишь 1200 самолетов. В битвах на территории Германии они заполонили небо. К концу войны, по заявлению русских, общее число сбитых нацистских самолетов составляло 77 тысяч. КОНЕЦ КОНЕЦ После того, как Берлин был усыпан обломками того, что когда-то было гордостью Люфтваффе, его аэродромы стали игровыми площадками для русских летчиков. КОНЕЦ 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 Все это произошло много лет назад. КОНЕЦ 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 Как будто только вчера они не знали, останутся ли в живых к вечеру. КОНЕЦ Как будто только вчера они сражались в неизвестной войне, чтобы заново начать жить. КОНЕЦ Здравствуй, мама! Возвратились мы не все, босиком мы пробежаться по росе. КОНЕЦ Пол Европы прошагали в пол земли, этот день мы приближали как могли, этот день победы. ПОЕТ Это праздник с сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День Победы! День Победы! День Победы! Неизвестная война. Наша следующая история – партизаны. Сотни тысяч простых русских граждан покидали свои горящие фермы и разрушенные города и уходили в партизаны, чтобы бороться с нацистами. Нападение из засад на нацистские подразделения, разрушение коммуникаций, саботаж разного рода. Они были анонимными солдатами неизвестной войны. Неизвестная война. Режиссер Зоя Фомина. Сценаристы Иван Менжевицкий и Джон Лорд. Композиторы Виталий Гивиксман и Рот МакКюин. Слова русских песен Евгения Евтушенко и Булата Куджава. Директор картины Фабиан Могилевский, звукорежиссер Игорь Гунгер, международный координатор Роберт Эстес. Военный консультант Павел Курочкин. Историческая концепция Гаррисон Селсбери. Производство «Совенфильм» и Центральной студии документальных фильмов. Директор ЦСДФ Евгений Козырев, вице-президент «Совенфильм» Александр Суриков. Продюсеры Константин Калзер и Саак Лайнерман. Производство Фреда Виннера «Эртам Интернешнл». На русский язык фильм озвучен Союзским сервисом по заказу телекомпании НТВ.